Тема нынешней диалоговой площадки разговора о главном – сфера образования. Сегодня город Брест развивается динамично, строятся новые районы, создаются рабочие места. Вместе с этим население города над Бугом растёт, а значит появляется необходимость в новых учреждениях образования и улучшениях уже существующих. Знаете, это как большой семье. Вопросов всегда хватает. Сегодня, понятно, на злобе дня стоят вопросы уже оздоровления детей. И подготовки уже, мы думаем, к новому учебному сезону для того, чтобы как-то снивелировать те вопросы, которые сегодня возникают в рамках мониторинговых групп, которые проходят в городе. Надо определиться, так скажем, с подходами. Есть и другие вопросы, которые требуют обсуждения. Это и питание, эксперименты, которые на первой части школ уже подходят, так скажем, к завершению какому-то логическому выводу. И во вторую фазу вступят оставшиеся школы. Поэтому, с учётом наработанного опыта, хотелось бы поделиться, обсудить, наверное, в первую очередь. Ну и вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня, это, конечно, и сам образовательный процесс, количество олимпиадников, точнее, результаты олимпиад, в том числе республиканской, которые прошли. Где хорошо сработали, где плохо, где надо подтянуть. Поэтому все эти вопросы хотим сегодня и обсудить. Ну и, конечно же, всегда стоит главным вопросом о социально-экономическом развитии города. Поэтому сегодня я понимаю, что социальная сфера составляет львиную долю в бюджете города. Образование – это порядка 40% расходов городского бюджета. Поэтому, наверное, хотелось бы в первую очередь обратить внимание на вот эти моменты, сказать, где будем двигаться. Перерастаем новыми микрорайонами. И там сегодня тоже требуются и школы, и сады. Поэтому будем определять подходы, как мы в дальнейшем будем двигаться в этом направлении. Благополучие жителей города над Богом и развитие социального сектора во многом зависит от того, как все сферы жизни Бреста взаимодействуют друг с другом. Это влияет и на заработную плату, и инвестиции, и доходы бюджета, из которого потом выделяются деньги на улучшение города. Хочу, наверное, начать с того, что, наверное, что всех посвободят, конечно, экономика города. От того, как мы сработали или сработали в будущем, будет зависеть, конечно, исполнение обязательств перед нашей социальной сферой, в первую очередь перед вами. Потому что это и уровень заработной платы, и возможность поднятия этой зарплаты, и повышения, так скажем, благосостояния наших школ, потому что отдельные вещи сегодня требуют, ну, прискарного внимания, как со стороны руководителя, так и, конечно, городских властей, потому что самостоятельно эти вещи, которые требуют больших капитальных вложений, самостоятельно вы их не сделаете никогда. Поэтому в этой части, конечно, экономическая подобрека всех процессов, которые происходят в городе, она, наверное, первостепенная. Что мы по прошлому году получили? Неплохо сработала наша промышленность. По темпу, так скажем, производства по прошлому году мы получили с 2,4%. Это более 9,5 миллиарда рублей производства. Что это говорит о том, что промышленность живет, идет процесс производства, реализация, запасы складские по концу года удалось перебороть и решить с ними проблемы, которые сталкивались в предприятии по логистике. Поэтому в целом промышленный блок, строительный блок, я думаю, что тоже в открытой монтажном работа у нас по прошлому году больше на 7,5%. Председатель Брестского госполкома также анонсировал реконструкцию трех пищеблоков учреждения образования в 2024 году. Безусловно, сегодня на повестке не стоит реконструкция трех пищеблоков. Работы, так скажем, уже в ближайшее время по завершению, так скажем, учебного процесса, я думаю, строители уже будут приступать. Документация имеется, поэтому сегодня уже заказчики определены и отрабатывают, так скажем, сроки вхождения и выполнения этих ремонтных работ. Председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филонович рассказал о результатах выборов депутата и отметил разноплановость представительского корпуса города Радбука. Избрано в городском сайте депутатов 40 человек. Я вот для себя взял статистику, да, кто у нас в этом находится в городском сайте депутатов. 12 человек является в члене партии, 11 в Беларуси, 1 в либерально-технической партии Беларуси. В составе избран 12 работников образования, культуры, науки, здравоохранения, 20 в промышленности, транспорта, строительства, торговли и бонтового обслуживания, 1 сельского хозяйства, 2 государственных органов, 2 военнослужащих и 3 иные сферы деятельности. Среди депутатов 12 женщин, 8 депутатов работали в составе городского совета депутатов 28-го созыва. И по возрасту, кстати, 9 человек от родности до 40 лет, 18 человек от родности от 40 до 50 лет, 11 депутатов по возрасту от 50 до 60 лет и старше от 60 лет возглавляют. Разговор о главном – это хорошая площадка для того, чтобы обсудить важные для развития нашего общества, экономики и социальной сферы города темы и принять необходимые решения сразу на месте. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Продолжение следует...